Apple может выпустить обновленную модель iPod Touch в этом году. Новый Apple iPod Touch станет восьмым поколением продукта компании Apple, после Apple iPod Touch седьмого поколения, выпущенного в 2019 году. По сообщениям, компания Apple работает над новым iPod Touch, последним в линейке мультимедийных плееров бренда с сенсорным экраном для удобного управления, интерфейсом iOS для поддержки приложений. Некоторые пользователи предполагают, что новый Apple iPod Touch может быть уже на подходе, так как название продукта было добавлено в пиар-обзор Apple Music еще в ноябре 2020 года. Возможно, мы также увидим новый iPod Touch в нескольких цветах, а точнее в пяти. Среди них черный, красный, зеленый, фиолетовый и синий. Новые рендеры iPod Touch показывают, что Apple будет придерживаться дизайна, схожего со старшими моделями iPod Touch. Он включает в себя гладкую заднюю панель с минималистичным логотипом в центре. Слева вверху виден блок с одной камерой и модуль вспышки рядом с ним. Спереди, судя по рендерам, новое устройство будет иметь тонкий ободок, полностью экранный дизайн, как у новых iPhone, вместо толстого верхнего и нижнего ободка, как у старых iPod и iPhone. Если Apple действительно планирует выпустить новый iPod Touch, мы должны увидеть официальные намеки или хотя бы несколько новых утечек в сети в ближайшее время. Какие же преимущества в использовании iPod? iPod Touch делает почти все то же самое, что и iPhone. Он воспроизводит песни, просматривает веб-страницы, YouTube и iTunes Music Store, просматривает фотографии и многое другое. Однако ему не хватает нескольких дополнительных приложений, поддержки электронной почты, использования в качестве съемного жесткого диска и, конечно, мобильной связи. Конечно же, основное назначение iPod – это возможность слушать музыку в любое время и в любом месте. iPod выпускается с различным объемом памяти для хранения музыки и видео. Название iPod было придумано для музыкального плеера Apple копирайтером Винни Чиека. Он был приглашен компанией Apple для рекламы нового продукта. Любопытно, что компания Apple зарегистрировала торговую марку iPod, но первоначально планировала использовать ее в качестве названия для своих интернет-киосков, хотя они так и не увидели свет. Нам придется подождать для того, чтобы увидеть официальные данные о новом продукте Apple. Тем не менее, последние шаги Apple в сфере аудио от выпуска наушников AirPod Max за 549 долларов и новые доступные функции в Apple Music указывают на то, что компания серьезно относится к музыке. Безусловно, выпуск оригинального портативного музыкального плеера в 2021 году станет самым серьезным заявлением о намерениях компании.